Добрый день дорогие друзья, с вами Татьяна Башмакова, канал Ваша Дача. И еще раз напомню, что целью нашего канала является показать простоту выращивания, легкость разных растений. Вот одним из простых выращиваний растений является фиалка, фиалка узумбарская или сын полия. Очень многие боятся начинать выращивать этот цветок, но не нужно бояться, так как она в принципе не требует никаких особых условий и особых навыков выращивания этого цветка. Преимущество этого прекрасного цветка перед другими в том, что он не боится в принципе ни сквозняков, ни перепадов температуры, ну естественно в меру не сильно больших, и даже не боится длительного похолодания, в межсезонье, ну часто у меня опускается температура, некоторые растения начинают сильно болеть. Фиалка никак не реагирует, не боится засухи и не боится даже жары. Ну когда в дот выше 30 градусов, конечно длительное время, ну бывает некоторые сорта невагерные, но это только некоторые сорта. Основное правило для фиалок, это северное или восточное окно расположение. Вот фиалки, которые выросли на северных окнах, вот эти вот 4 на северных окнах, у меня их много, поэтому вот листья такие огромные. Вот я их специально не обрывала, в фиалках я по мере рассказа буду рассказывать, показать, что с ними надо делать. Листья нужно обрывать в фиалках, когда они вот состарятся, но не надо ждать, пока они завянут там или пропадут, то есть листочки мы обрываем постепенно, постоянно, то есть формируем розеточку как бы из молодых листьев. Вот сейчас декабрь месяц, фиалка начинает цвести, то есть это цветение уже как бы продлится где-то месяц, может чуть больше, и следующее цветение будет уже весной, будет очень пышное. На данном этапе листики я старые обрываю, и вот когда фиалочка, вот видите, на северных окнах какие длинные черешки получаются, ну вот, кто не хочет такие длинные, можно садить на восточных окнах, будет чуть-чуть короче. И вот листики некоторые сорта нужно опускать, если они как бы ручки вверх поднимают, но у меня очень много стоит фиалок в два яруса на северном окне, я просто не могу их опускать, некуда раскинуть такой большой круг. И вот я вот хочу показать ему, ну диаметр, ну сантиметров 35 получается. Естественно, они стоят одна возле одной, одни букеты цветов. Эту фиалочка, и кто смотрел мои видео раньше, я его знакомила, это фиалочка моей коллекции больше 10 лет, Frosted Flame, я ее ежегодно, часть обновляю, часть листиком размножаю. Вот новый сорт. В прошлом году я показывала, как я рассаживала деток именно этого сорта. Несколько фиалочек я уже подарила. У нее очень сочные, такие зеленые блестящие листья, они мне очень нравятся. И вот те детки, которых я садила в прошлом году на видео, рассаживала, они цвели все лето, очень много цветов, причем были не все махровые. Вот сразу хочу сказать, что она не всегда повторяет. Вот сейчас она махровая, но цветочек белый. Вообще это был цветочек с синими, фиолетовыми такими звездочками. И не махровые. То есть она может быть и махровая, и не махровая. Взять вот наш, мою любимую Frosted Flames, самый неприхотливый, как мне кажется. Вот здесь она почти не махровая. А вот здесь они просто пышные махровые. А если их удобрять, почаще удобрять, посильнее удобрять, то они вообще, бывает, даже вот белый, каемочка белая исчезает. То есть полностью дать все рецепты как бы невозможно. Нужно приспосабливаться к каждому цветочку отдельно. Но вот самый часто задаваемый вопрос, когда зацветет, вот если посадить листик, у меня есть, это очень просто, посадить листик фиалки. То есть чем она хороша фиалка? Можно выбрать любой сорт, сравнительно недорого. То есть размножить листиком. Единственное, что придется подождать, и это не сразу вырастает, и получается год. И вот самый часто задаваемый вопрос, когда же она зацветет, когда же она вырастет. Однозначно нельзя сказать, все зависит от листика. Листик мы выбираем, вот можно, вот даже сейчас зима, можно, если она начала цвести, можно взять листик и укоренить. Средний, то есть вот эти самые старенькие не берем, самые молодые не берем, выбираем средний листик. Ну так в каждой, естественно. Лучше всего весной, то есть февраль, март, апрель. Ну считается до мая, но в мае бывает жара, в жару лучше, в самую жару не нужно. И вот я хочу показать результаты прошлого года. Я ставила листики, тоже снимала, когда рассаживала. Вот из листика выросла фиалочка. Вот она собирается цвести первый раз. Это сорт акварель, акварель морев. Вот она акварель, розовенькая. У нее двуцветные листочки, розовая, махровая. Очень большие махровые, летом букеты цветов. Ну все, не летом такая большая занятость, что, ну вернее не летом, там в мае где-то самое лучшее. Ну такая большая занятость, не успеваю снимать их. Вот тут большой, вот специально посадила уже в такие черненькие горшочки. Потому что все время приходится раздаривать, и свои горшочки как бы уходят, которые на окне стоят. И вот он такой вот большой, этот цветочек. Вот она, Frosted Flames, тоже большая. А вот эти же фиалочки, вот эту я сегодня только взяла, убрала с нее парнячок. А вот эта же фиалочка, вот она еще с листиком. Ну листик вот смотрю, уже вянуть начал. И вот детки, она стоит закаляется, еще не рассаживались детки. То же самое Frosted Flames. Они почему-то в этом году стали медленнее расти. Лист вырос огромный. Это листья подросли, естественно, я такую огромную не садила. А детки еще маленькие. Хотя я их садила вот весной. А уже декабрь месяц, и они зацветут, наверное, только в мае. То есть получается через год. Но бывает значительно раньше, вот многие уже цветут. Вот эти две тоже, они тоже молодые. Но они были на восточных окнах в квартире. У меня в квартире вот такие горшочки коричневые. И вот они были в квартире. Вот они цветут, собираются уже цвести сейчас. Так что и много цветочков вымлесить. То есть, если кому не терпится, в такое время можно оторвать листик тоже. Вот эта фиалочка, это вот родная, как бы маточная. Она после омоложения. Она немножко вытянулась, и я ее омолодила. И вот она опять как новенькая, молодая. А вот фиалочка, видно, что ей уже два года, листья много. Эту буду омолаживать. У меня есть видео, как омолаживать фиалки. Рассаживать деток фиалок можно круглый год. И у меня есть... Видео, в котором я рассаживаю, ну, подробненько останавливаюсь. Ну, вот это вот готовые к рассадке. Они уже листья большие, они уже давно без парничка. То есть, ну, как бы возвращаясь уже к тому, что я говорила много раз. Это фиалочка должна быть, ну, не маленькая. То есть, не спешите, не стремитесь садить маленькую. Она долго будет приниматься, а иногда даже погибает. Поэтому ждем спокойно, пока она вырастет. Тогда это не будет представлять никакого труда. Полив. Для каждого растения полива этого поливать только в донышко. Только снизу и при просыхании верхнего слоя. То есть, я пальцем пробую сухой верхний слой и поливаю. Если отопление и жара, то приходится поливать даже ежедневно. То есть, донышка небольшая. Если более прохладная, ну, может, раз в три дня поливать. Фиалку можно поливать даже раз в неделю. Все зависит от температуры окружающего воздуха. Подкормки. Подкормки, ну, в этом году я купила вот такой жидкий мастер. В прошлом году покупала тоже мастер. Мне понравилось. Ну, я брала для питуней. У них сходные элементы. Поэтому можно брать для питуней, для гераний. Буду подкармливать. Но пока я не подкармливаю. Я стараюсь не перекармливать свои растения. Зимой вообще их не подкармливаю. Весной, да, ну, раз в две недели. Иногда раз в три недели. То есть, вот эти вот листики, вот такие вот блестящие. И вот тут вот они такие блестящие. Они получаются просто из грунта. Грунт я делаю универсальный. Тот, который для рассады. Днем растут мои фиалочки. Тоже есть видео вот в этом году. Как я замешиваю грунт подробно. Но тут рассказывать в этом видео не буду. Вот и в принципе и все. Фиалкам не нужно большого ухода. Но они доставляют большое удовольствие. Своей декоративной красотой. Фактически в течение всего года. И не бывает. У меня вот два яруса стоят на окне. Не бывает такого времени, когда ни одна фиалка не цветет. А просто вот весной, летом они цветут все букетами. Поэтому заводите, радуйте себя. И будем дальше знакомиться с этим прекрасным цветком. С вами была Татьяна Башмакова. До новых встреч. Продолжение следует...